Неизвестный проник в автомобиль. Именно с такими словами обратился нефтьюганец к полицейским в эти выходные. Злоумышленник задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством». В этот же день житель города нанес телесные повреждения сотруднику полиции. По данному факту, следственным комитетом проводится проверка. Также в минувшие выходные дни сразу пятеро жителей города стали жертвами дистанционных мошенников. В основном наши граждане попадают на уже классическую ставшую схему, когда звонит сотрудник банка, представляется сотрудником или кредитной какой-то организации. Так двое потерпевших, пытаясь сберечь средства, по совету якобы специалиста лишились более 250 тысяч рублей. А удоверчивой жительнице Нефтьюганска с личного счета сняли более 21 тысяч рублей. Она хотела получить часть накопительной пенсии. Хочется обратиться к жителям Нефтьюганска, быть более бдительными. Если вам поступают звонки с неизвестных номеров, которые вызывают у вас подозрения, лучше всего не брать трубку вообще. Если же трубку вы подняли, никогда никому не передавайте свои личные данные, данные ваших расчетных счетов. СВС-код, находящийся на обороте вашей банковской карты, ПИН-код, а также коды, которые приходят на сотовый телефон. В общей сложности горожане лишились более 300 тысяч рублей. Полицейские Нефтьюганска напоминают, в случае совершения в отношении вас противоправных действий, необходимо обратиться в дежурную часть по телефону 29 56 10 или 02. Галина Жорина, Рабеля Скаров, телерадио, компания «Юганск».